Еще раз хочу в поклонение немножко добавить, что Бог говорит, что в последние времена я восстановлю скинию Давида. И скиния Давида отличалась от скиния Моисея. Помните, у Моисея там было святое, святое святых, завеса, ковчег и так далее. У Давида они поставили в середине ковчег и все поклонялись Богу вокруг. Я не хочу сейчас в теологию куда-то далеко углубляться, но в этом что-то и есть. В этом обетовании, что Давид был поклонником, настоящим поклонником. Он был царем, он был пророком и в первую очередь он был поклонником. Он поклонялся Богу еще там, когда пас овец. И именно с этого все началось. Поэтому вот Бог знает, насколько это наша часть, Ему поклоняться. Насколько мы находим свое место, когда Ему поклоняемся. Когда раскрепощаемся в Его присутствии. Когда восклицаем, когда отзываем. Нам это всем нравится. То есть, знаете, даже силы тьмы там дьявол это все тоже знает. И мы смотрим сейчас, да, вот, на шоу-бизнес, да, и вот там тоже все это есть. Есть звезды, есть идолы, есть исполнители на сцене, есть толпа. Да, да, и вот есть этот элемент поклонения, но настоящее, оно Богу принадлежит. И Бог знает об этой нашей потребности поклоняться. Вот, поэтому учитесь поклоняться. Учитесь поклоняться, освобождайтесь от своих цепей. И вот то, что Давид говорит, я уничижусь именно перед самим собой. Он говорит, не то, что я там перед людьми уничижусь. Нет, он говорит, я еще больше, говорит, смирюсь и уничижусь перед собой, чтобы быть ничтожным в глазах своих. Понимаете, вот это такая цель у поклонения. И вот, например, даже как пример такой для меня, языки, когда мы на языках молимся и поклоняемся, это тоже немножко работает вот на слом каких-то наших представлений о себе. Знаете, вот, другими словами, нести билиберду своими устами, да, это стоит. Понимаете, тоже. Потому что, если мы думаем, что вот нас схватило, и я такой молюсь с языками, я собой не владею, это не так. Я владею собой, я принимаю решение молиться на языках, да, я уста открываю и языком шевелю. И если я там буду включать разум и думать о том, как я выгляжу, как я выгляжу в своих глазах перед собой же, то, ну, я могу застесняться от этого, да. Но именно это, и, ну, начинает, я начинаю верой противостоять вот этому, да, вот, когда я это практикую, что я говорю, дам, дай себе, я уверен, что это языки, это дух. И я хочу давать ему возможность двигаться через меня, выходить через меня, да. И в итоге я всегда вижу какие-то результаты от этого, плоды от этого, когда практикую это, понимаете. Поэтому я знаю, что большинство людей, это мое свидетельство такое, и свидетельство большинства людей, что люди замолились на языках в атмосфере. Никогда, я уверен, что не замолится на языках никто практически, если мы будем тихо себя вести, так вот просто будет такая тишина стоять, и так вот просто там тихая музыка играть. Никто и не замолится на языках. Но когда вот этот шум приходит, да, и вот как у апостолов, что шум, как от несущегося сильного ветра, вот эти вот волны, знаете, я, я говорю, я их переживал. Я рад, что я не к баптистам попал. Я рад, что я к пятидесятникам сразу попал. Вот, поэтому тоже радуюсь этому, что ты вот чуть-чуть... Я не хочу никого обидеть. У меня нету никаких, я уважаю их и люблю их, как братьев, но я за себя рад, что вот мне не пришлось преодолевать вот эти вот моменты в своем хождении за Богом, что есть крещение Духом Святым, есть говорение на языках. Мне это было дано вот при моем рождении духовном. Вот, и кто-то другой путь проходит. Это не значит, что один путь хуже другого. Нет, ну вот я просто про себя говорю. Поэтому пойми какая-то ценность, какая-то важность. И я говорю, что человек, который... Вот, тут вот пока поклонился, вспомнил одну историю, она такая ужасная, если честно. Один парень у меня работал, и он, ну и от меня как бы слышит, ну такой сидевший, с проблемами алкоголическими, но православный. Вот, православный, православный. То есть, крест не сниму, за Бога хоть куда, веру православную не предам и так далее. То есть, и причем это же, вы понимаете, это же не касается веры, да, что ты не предашь. Ты просто, ты больше такое чувство патриотизма, навеянное, как бы вот наложенное на духовность, якобы, да, что вот мы православные. В первую очередь, мы христиане должны быть, да, и мы должны знать, что говорит Слово Божье, что пишет Слово Божье. Вот за это мы должны больше ревновать, понимаете, а не за то, что... Потому что мы православные, то же самое, что мы русские потом, да, и американцы все плохие. Вот. Ну, суть-то в чем, что вот он как бы старался там какие-то моменты соблюдать. И вот просто я знаю про него одну историю, было на Пасху, он сходил и отсталил всю ночь. Вот как у них там принято. Пришел рано утром к своему другу, они наперелись и изрезали друг друга ножами, понимаете, вот. Ну, он уже, ну, не насмерть, ну, так. Один был каратистом, тот, а этот был вот с ножиком. То есть, этот его ножиком там потыкал, а этот его там переломал всего. И они друзья, и вот они оба там в больнице, они потом помирились. Ну, у меня это как-то вот связался бы, ничего себе. После там ночи стояния в храме, вот так вот пришел к другу и дал все по полной, понимаете. То есть, вот, это о чем говорят, что без понимания, без откровения, да, без вот наполнения, да, ничего не работает. Хоть обстойся там, да, то есть, если ты как бы не выражаешься, то есть, другими словами, наше поклонение, оно должно влиять на нашу жажду, да, мы должны вот выкладываться, грубо говоря, в поклонении, да, мы должны, как бы мы потом другие, да, вот мы к Богу сходили, мы поклоняемся, мы другие, мы даже уставшие можем быть, да, но приятная усталость вот такое, да. А когда религия, да, потом страшные вещи могут произойти. Я просто вот связал эту вещь, и вот у меня эта картинка отобразилась, думаю, ужас вообще. Ночью отстоять, а потом пойти и вот это вот все надо сделать. То есть, если до этого просто пили, то тут так пили, что друг друга покалечили. Вот. Поэтому и Бог здесь ни при чем. Поэтому я как-то вот сейчас вижу, что мы перед собраниями будем об этом говорить, о поклонении, о том, как важно поклоняться Богу и не стесняться, и выражаться, чтобы... Говорю, это важная такая практика, она нам во всей жизни нашей нужна. Вот вы понимаете, что мы в своей жизни иногда принимаем какие-то решения или не принимаем какие-то решения, просто потому что застеснялись. Просто потому что момент упустили, хотел сказать, а не сказал. Вот надо было сказать, а не сказал. Много же таких моментов, и ты переживаешь. Ну, это почему происходит? Потому что ты вот боишься быть собой. Ты не привык быть собой, ты просто как бы зажатый. Поклонение Богу, оно все вот эти вопросы решает. Если ты поклоняешься Богу и умеешь поклоняться Богу, и раскрепощен, ты умеешь выражаться, то ты и там будешь успевать. Либо сказать «да», либо сказать «нет». Понимаешь, это на всю твою жизнь повлияет. Потому что многие люди после того, как не сказали кому-то «нет», потом идут в забой или еще что-то. То есть переживают от своих переживаний, вот идут, и потом совесть их мучает, или вот мимо, не сказал, не сделал, и так далее. Понимаете? А все от каких-то комплексов. Все просто от зажатости, просто неумения быть собой. И вот неумения собой управлять. Вот. И я считаю, что вот наше поклонение в церкви, оно хороший путь, во всяком случае у меня так было, к раскрепощению, к обретению вот этой свободы внутренней, для того, чтобы быть счастливым человеком. Ладно. Дальше я хочу… Я не знаю, кто помнит, о чем говорили в прошлое воскресенье. О спасении, да? Кто-то размышлял в течение недели? Чуть-чуть. Я продолжил размышлять. Я как-то так явно почувствовал, что Бог нам говорит что-то. Именно через это слово говорит в дух. И вот я явно почувствовал, что можно еще об этом поговорить. О спасении. Кто помнит, что в прошлый раз мы… Какие мы вот моменты вывели в спасении? Что вот это вот, да, состояние, да, что Иисус нас спасает, и это дар Божий, это поверим и принимаем. Но это не статическое состояние, что… Лишь бы вот сохранить спасение. Да, что нам важно, как Павел сказал, течение совершить. Нам важно вот это вот понять, что мы спустены, и это как бы вот уже печать на нас, да, и это нас побуждает не охранять это состояние, а двигаться из этого состояния. Аминь. Помните, да, что я пытался сказать, да, что мы посажены на небесах с Богом, да, мы уже там, благодаря тому, что сделал Иисус Христос. И вот я привел вам пример про компьютер, да, что ты как играешь в игру, проходишь какие-то вот моменты, сам ты уже за этим, да. ты вот здесь, и то, что там с тобой происходит, да, и вот эта смерть физическая, она уже не так сильно начинает оказывать на тебя влияние, да. То есть, и причем уже из практики, знаете, это не приходит, это осознание не приходит сразу, что вот я спасен, и я пойду на небо. Ты еще все равно какое-то время, и даже большая часть жизни, все равно живешь земными и ценностями, и земными проблемами, и так далее. Но именно это, то, что у тебя уже есть, вот эта посаженность тебя на небесах, вот это вот спасение, которое тебе Христос дал, что Он сделал это, да, а доказательство того, что это для тебя, это то, что ты об этом уже услышал, и то, что ты открыл для этого вот свой разум и свое сердце, да, и Иисус это назвал, что блажен ты, Симон Петр, ибо не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущенный Небеса, да, то есть вот это для нас является этим подтверждением того, что мы спасены, что Бог нам это открыл, что Бог однажды пришел в нашу жизнь, вот, есть такой стих в Римлянам 8 главе, то есть сегодня мы еще поговорим о спасении, вот, о спасении через веру, о спасении в надежде, и вот Римлянам 8 глава, там написано, ладно, я не буду открывать, я не помню какой стих, что мы спасены в надежде, надежда же, если видит, не есть уже надежда, помните такие стихи или нет, мы спасены в надежде, но надежда же, если видит, не есть уже надежда, да, то есть как бы именно вот мы в этом и спасены, да, или другими словами мы спасены по вере, а что есть вера? Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И вот спасены по вере, мы можем так даже сказать, что мы спасены в уверенности в невидимом, в наше спасение, вот в этой нашей уверенности в невидимом и в осуществлении ожидаемого. Что мы движемся и мы тоже, Бог в нас это осуществляет. И мысль, которая у меня возникла, такая, я прям ее почувствовал, уберется из стиха, который Павел говорит, течение совершил, веру сохранил. И мы говорили в прошлый раз про течение, которое нужно совершить. И вот здесь же тоже как веру сохранил. И вот я раньше всегда это слышал, что такое вот сохранил веру. Если вы будете отрекать, скорее всего, ответите, ну, нашу православную веру сохранил, не отрекся. Ну, я пример, да, то есть как бы, я сохранил веру, я продолжаю ходить в церковь, я просто вот сохранил веру, да, в Иисуса, я до конца жизни прожил, и к концу жизни я верю в Иисуса. Правильно, так вы представляете, веру сохранил? Примерно. Примерно, да. Ну, оно логично. Я это услышал сейчас по-другому, что такое вот веру сохранил. Я вот здесь написал. Это значит, что я сохранил способность искать Бога из своей нужды. Это значит, что еще есть вещи, в которых мне по-прежнему необходимо доверять Богу. По-другому? То есть, вот что Богу необходимо, да, вот. Как это выглядело, например, в жизни Павла? Павел, который апостол, который просто уже к концу жизни, по идее, должен уже в каком-то городе осесть, садь там супер-пупер епископом каким-то, да, к которому просто там приходят, спрашивают советы, и он такой вот... А в его жизни, его держат в тюрьме, ну, как бы там мягкие условия, позволяют людям приходить, он не знает, когда будет суд до конца, да, там у кесаря много дел, и там вот он два года ждет суда кесаря, к нему приходят евреи, спорят с ним постоянно. То есть, понимаете, вот, ну, другими словами, до конца его жизни, в жизни Павла нет определенности. Нет вот какой-то вот этой человеческой стабильности, которую мы хотим, за которой мы стремимся, и которой мы ждем от Бога, на самом деле, все. И вот это вот и есть сохранить веру. Вот это... Я вам сейчас еще одну прочитаю. Лука 18 глава, мы прям прочитаем. Вот это мысль Иисуса, которую он пытается передать. С первого стиха. 18 глава, Иван Григория, Луки. «Сказав также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправильно, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Да? Вот что здесь хочет Иисус сказать? Вот Он как раз перенастраивает наше внимание, да? Он как раз нам и показывает о том, что, ну вот, жизнь на земле, она вот необходима именно такой, какая она есть у нас здесь на земле. У нас у каждого из вас есть нерешенные вопросы. У каждого. У кого-то может быть здоровье, у кого-то какие-то финансовые, у кого-то с родственниками, у кого-то нету до сих пор жены или мужа, у кого-то, у кого-то и так далее. Все время есть что-то, да, у кого-то вот там какие-то проблемы, на которых ты не можешь, которые тебя просто вот, и ты кричишь, вот мне бы только вот это вот решилось бы, и все, я был бы вот все счастливый человек. Правильно? Вот. У нас у всех это есть. Но по Библии вы должны понять, что это необходимый ингредиент в твоей жизни здесь на земле. И, ну, как бы, вот, желание Бога это в том, чтобы ты пребывал в вере. Вот помните там того же Авраама, как он, да, он к концу жизни уже подошел, обетование исполнилось, он, сын родился, Измаила выгнал уже, да, вроде вот все, вот прошел все, что только можно было пройти, и тут с утра просыпается, и Бог ему говорит, принеси мне сына, твоего, единственного твоего, любимого твоего, в жертву, на горе. И Авраам поднимается и идет, да, вот, и я сейчас не буду про эту историю, но я размышлял об этой истории, как он идет туда три дня, да, вот. три дня вот этой вот боли, да, и уже все, и все, и все, и все делает, и замахивает, да, и Бог в итоге являет свою благость, да, дает ему эту жертву овна запутавшегося, да, для того, чтобы Аврааму показать, что Бог благо, что Бог не дурной Бог, знаете, потому что ты, действительно, да, когда, если мы так по плоти чуть-чуть прочитаем эту историю с Авраамом, у тебя могут быть вопросы, ну зачем, кому это нужно? И я говорю, я об этом думал, если на первых этапах в своей христианской жизни я думал, что это нужно Богу, вот это жертва, вот это испытание, мне это нужно Аврааму, для того, чтобы внутри себя иметь вот это свидетельство, что он в вере, понимаете, что он доверяет Богу, что несмотря на то, что он не понимает каких-то вещей, почему так что-то складывается, или почему так он способен доверять Богу, вот это называется веру сохранил, вот это называется пребывать в вере, и наша плоть всячески хочет из этого выпрыгнуть, мы, даже мы, даже не то, чтобы плоть, просто наше человеческое естество хочется от этого выпрыгнуть, мы все хотим успокоиться и успокоиться. Но это часть нашего спасения, понимаете, спасение по вере. Вот кто будет продолжать пребывать вот в этом, он и будет спасен в итоге, потому что он продолжает доверять Богу, в его жизни не все решено, не все закрыто. Вот, если, ну, как бы, мы вот смиримся с этим. Вот, например, Евреям 13, мне лично, как бы, Бог проговаривает и проговорил, 13 глава Евреям, 5 стих, ну, оно, как бы, вот, ну, для всех, оно так настолько насущно, я прочитаю в современном переводе. Сейчас, секунду. Ну, ладно, не буду ее, наверное, читать. Уже его все равно нашли, да, высветили. Там у нас канонически, как говорят, имейте нрав несребролюбивый, довольство с тем, что есть. В современном написано так, будьте свободны от любви к деньгам. Ну, вот, просто вот, имейте нрав несребролюбивый, это как-то так, ну, как бы, немножко вот в обходе, так немножко сглаживается, чуть-чуть нрав несребролюбивый, мы как бы можем не понять, о чем там говорится, мысль, знаете, вот, оно мне всегда так звучало, я вот когда современный прочитал, там прям так, будьте свободны от любви к деньгам. И дальше написано, что противовес этому? Довольство, что ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Так что мы смело говорим, Господь не помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек, да. То есть, вот, Бог не говорит, что я тебе все дам, да, будьте свободны от любви к деньгам. Он, и он тебе, ну, как бы, говорит, что, ну, как бы, вот, альтернатива этому, это просто ты должен мне доверять. Я тебя не оставлю, я тебя не покину. Вот это очень важно для тебя, да. То, что тебе тут вот, что-то не решается, что-то, как бы, не отдают, или не получается, как бы ты хотел, или еще что-то. Это не так важно. Говорит, важно, что я с тобой. Разве я тебя оставлю? Разве я тебя покину? Понимаете, и вот это, ну, вот это вот делает нас людьми, Божьими, людьми, действительно, спасенными и спасающимися. да, что, вот, и я смотрю на, говорю, я говорю, Павел, Авраам, Давид, в конце своей жизни уже там, через 40 лет царствования, его сын, Авесолом, его смещает. Да, вот восстание это происходит. И ему в конце своей жизни уже, там, Бог обещал, что ты царем, все у него, все вроде хорошо, но ему приходится уходить, убегать, опять вот в эти какие-то условия, непонятные, да, жизнь опять на волоске там была. Ну, вот Бог таким образом проводит своих людей. Вот Алексей Павлович к нам приезжал, роденький, и просто чуть-чуть открывал тоже свое сердце, свою жизнь, и видно, как, ну, как ему непросто, да, человек в свое время, ну, большие вещи для Бога сделал, да, выросла церковь, несколько тысяч, поднял лидеров, поднял пасторов, да, а испытывает настолько сложные обстоятельства в своей жизни, настолько они, ну, вот, там, и финансовые, и семейные, да, и внутренние, да, и, и вот, ну, я смотрю, а у меня вот внутри настоящий муж Божий, настоящий муж Божий, которому Бог, вот, ну, по своей благодати не дает успокоиться, и вот он вынужден ездить, больше проповедовать, и служить людям, да, вот, из-за того, что у него есть много нужды, и я говорю, что нам хочется сказать, что, ну, это вот, может, несправедливо, да, можно сказать, Господь, я же не заслужил этого, ну, ты заслужил благословение, да, но ты все на небе получишь сполна, но сейчас ты еще на земле, и главная наша радость, это видеть его работу через нас, главная наша радость, да, потому что, если мы ее здесь получим, мы успокоимся раньше того, что, ну, просто раньше времени, да, и это не хорошо для нас, поэтому мы спасены надеждой, поэтому всегда будет что-то, что будет нас мешать, будет что-то неудовлетворять, что-то будет нас раздражать и мучить. Вот, например, там про себя чуть-чуть могу сказать, я вижу, что какие-то даже моменты мне приходится проходить вновь и вновь, испытывать просто вот ради вас, для того, чтобы быть в тонусе, проповедовать слово не из знания, а из свежего переживания, из какой-то нужды, что мне тоже приходится, ну, вот доверять Богу в своих сложных ситуациях, и вот оно так работает. Вот, давайте прочитаем, вот зачем это, второй коринфянам, первая глава, то есть, о чем я пытаюсь сказать, да, вот, мы говорим о спасении, и мы говорим вот о том, в чем же оно для нас заключается, что мы спасены, и мы спасаемся, спасаемся в надежде, и вот наша жизнь выглядит именно таким вот образом, что нам необходима вера, для того, чтобы пребывать в вере, вера vivace. А настоящая вера, это есть, когда у тебя есть какие-то сложности, какие-то трудности, когда тебе приходится доверять Богу. Понимаете? И если мы, как бы, это поймем, нам легче будет смириться, нам легче будет проходить какие-то сложности. Понимаете? Нам легче будет принимать вот эти несправедливости жизни. Потому что вот именно они нужны. Понимаете? Вот именно они нужны для того, чтобы тебе доверять Богу. Да, вот этот вот вопрос, ну почему так? Почему это не решается? Почему это происходит? Ну, другими словами, вот апостол Павел со своим жалом в плоть, известное место. Трижды молил я Бога, чтобы убрал жало из моей плоти, да, чтобы убрал этого ангела сатаны, который мучает меня. Но что было ему сказано? Благодати моей достаточно для тебя, ибо сила моя совершается в твоей слабости. Понимаете, вот это тоже суть нашего спасения здесь. Здесь прохождение вот нашей земной жизни. Что мы будем продолжать испытывать слабость в каких-то сферах нашей жизни. В нерешенных каких-то ситуациях. И это не говорит о том, что Бог не с тобой. Что у тебя что-то не так. Что ты какой-то не такой. Что вот у них вот нормально, а у меня ненормально. Нет. Наоборот. У кого этого нет, у них ненормально. Я знаю, здесь у всех, по-моему, у меня есть практически. То есть, насколько я знаю, какие-то нерешенные вещи, какой-то стон, какой-то крик к Богу. Да. И это часть нашего спасения. И это не говорит о том, что Бог не делает. И вот именно вот это, в той притче, про которую Иисус, мы сейчас прочитали, Он пытается сказать. Он говорит, видите, как неправильный судья. Вот она ходит к нему и просит, и просит, и просит. Вы так же живете, да. Ты как с какой-то своей проблемой бьешься и бьешься. Просишь и просишь, просишь и просишь. Да. И Иисус знает это и говорит, ну я, Бог знает, что все вот так. И Он говорит, ну вы, но Бог защитит, Он говорит, подаст защиту вскоре. Вот в это ты тоже можешь верить. Ну, в итоге, это не значит, что твоя ситуация не решится никогда. Твоя ситуация решится вскоре. Я тебе пророчествую. Но у тебя будет другая ситуация. Понимаешь? Поэтому иногда лучше оставаться вот в этой ситуации, к которой ты уже привык. И доверять Богу. Понимаете, вот, ну, я вот понимаю, что для меня, например, сейчас, там, центр, церковь, какие-то проблемы, там, церковные центры, какие-то, вот, финансы, это вот, ну, проблемы, там, одного уровня. Но если мы вырастим, и у нас будет, там, 10 центров и 5 церквей, проблемы будут совсем другого уровня. Понимаете? Просто вот, ну, это я как пример. Я это вот уже все понимаю. И мне иногда не хочется вырастать. Понимаете? Я иногда начинаю любить свои вот эти вот проблемы. Вот это вот, вот это вот что-то такое небольшое, которое у меня есть. Поэтому, вот, ну, не всегда нам нужно куда-то стремиться, да? Поэтому так же, там, с деньгами, да? Пока ты, там, десятками тысяч владеешь, у тебя одни проблемы, сотнями тысяч, другие проблемы, миллионами, третьи проблемы. И мы знаем, как бизнесмены, они из окна выпрыгивают. Правильно? Потому что, вот, ну, тот, у кого проблемы с десятью и двадцатью тысячами, и сотнями тысяч, они выпрыгивают из окна обычно. Напился, пошел и забыл. Он решил эту проблему. А тот, он понимает, что если он добьется, он ничего не решит. Понимаете? И у него, ну, другого уровня проблемы. И он просто хочет все это остановить и выпрыгнуть. Поэтому, ну, тем не менее, Бог нас все равно призвал к росту, к движению, да? И вот, это вот все пророческие, да? Что он говорит, вскоре Бог решит. Он говорит, Бог ли не защитит, но истинно вам говорю, вскоре подаст победу. Знаете, Павел понимает этот принцип. У нас у всех так будет. Вот, ну, если ты взываешь, если ты просишь, чтобы что-то решилось, оно решится. Оно решится. Оно решится, может быть, не так, как ты представляешь, но оно решится. Если ты взываешь искренне, вот, ну, перед Богом, да? Или ты получишь от Бога слово, как Павел, да? Потому что это тоже решение, да? Когда Павелу Бог пришел и сказал, благодати достаточно. Моя сила в твоей слабости. И он успокоился. Все, ну, раз, ну, как бы, вот нужно это и нести, я буду это нести. Ну, да, правильно, но мне просто иногда нужна ясность. То есть, вот мне это нести, или мне с этим бороться, да? Вот это вот важно. Поэтому, ну, тут однозначно, ну, ты Божий человек, и Бог решит этот вопрос. Либо Он тебе проговорит, либо Он решит. Да, поэтому, надейся на это. Вот, забыл я, где-то здесь находится, но мне кажется, я его могу найти. Это вот в Римлянам, где-то в конце, Павел так пророчески. Если, конечно, здесь... Ну, что, что Он дьявола под ногами, под вашими победит. Не знаешь ты, где это написано? Ну, так как написано, что Бог скоро сокрушит дьявола под вашими ногами. Оно как бы не написано какой-то конкретной ситуации. Оно прям именно так и написано, что, ну, понимаете, потому что у всех у нас есть какие-то вот эти ситуации, где дьявол, да, вот, противник, что-то делает, что-то связывает, что-то сковывает. И Бог говорит, я это вскоре решу. Вот, поэтому я хочу тебе пророчествовать. Он решит, ну, просто ты должен понять, что будет другое. Будет что-то другое. Не то, что Бог какой-то злой, просто вот мы на земле, и нам необходимо пребывать в вере. Если я не, ну, у меня нет ситуаций, в которых мне надо доверять Богу, которые неопределенные для меня. А? Прочитай, пожалуйста. А, ну, то есть, вот как в конце и было, да? Почему у меня нет? 16-20, да? Римлянам? Ну, ладно, да, вот, вот оно, обетование, да, которое ты можешь всегда брать для себя. Римлянам 16-20. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами, аминь. Да, вот, вот, вот эту вещь ты можешь для себя взять. Ты должен, истинно говорю, Иисус говорит, вскоре Отец подаст защиту. Вот в твоей ситуации, в которой ты выпьешь, в которой ты не можешь решить, Бог тебе явно, явно говорит, что вскоре подаст, вскоре подаст. Но, найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда придет? И поэтому, ну, как бы, знай, что, как бы, вот, это нормально, что, ну, ты на этой земле не достигнешь полного покоя. Наш покой в Иисусе Христе, он вот за этими всеми ситуациями. И мы учимся жить именно вот в этом покое, понимаете, который превыше нашего ума, да, мир Божий да соблюдет сердца вашего Иисуса Христа, превыше, превыше нашего ума. Второй коринфянам, вот, опять же, для чего это нужно? Может быть, нам это не очень нравится, я знаю людей, которым это не очень нравится, что Бог вот так нас использует, что мы страдаем и свои какие-то состояния проходим ради того, чтобы потом других утешать. Но это правильно, и нам это надо. И здесь написано, второе послание, первая глава, со второго стиха. Третьего, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которых Бог утешает нас самим. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Аминь. Знаете, вот оно так. И как бы мне тоже, я говорю, не хотелось, я для себя понимаю, что раз я встал на этот путь, проповеди, пастерства, мне придется во многих моментах проходить какие-то ситуации просто, которые, может быть, можно было мне уже не проходить. Но мне их нужно проходить для того, чтобы, вот это вот, да, вникая в себя и в учение Божие, спасешь себя и слушающих тебя. Потому что вот, ну, нам действительно необходимо, чтобы Слово Божие было живое. И Иисус так жил. Он говорит, да, Сыну Человеческому негде голову преклонить, да, негде успокоиться, да, и мы видим, что вот Он так жил, Он ходил туда-сюда. Апостолы так жили, да, и вот, ну, вот, наша жизнь, она немного такая. Ну, для тех, кто служит много, для них такая жизнь. Кто там, там, так активно не служит, вот, будут какие-то моменты. Поэтому не думай, что это что-то неправильное. Что-то с тобой не так, Бог наказывает или Бог не хочет, нет. В основном это именно для того, чтобы ты имел веру. И вот я тут записал, наше спасение, ими так и совершается, что помимо того, что нам приходится все время с чем-то бороться в своих обстоятельствах, мы еще помимо этого должны находить возможность двигаться вперед. Вот хоть по чуть-чуть, хоть как-то, но двигаться вперед. Ну, что я подразумеваю от этого, да, то есть, ну, может быть, двигаться в служении, в служении кому-то. Да, ну, вот в чем-то двигаться вперед. Может быть, учиться, да, ну, как вот для меня пока это такие вот, как бы, очевидные вещи, да. Может быть, жертвовать кому-то в чем-то, да. То есть, у тебя еще у самого есть куча незакрытых, но ты сталкиваешься с нуждой какого-то, может быть, определенного человека, да. И вот, ну, и ты можешь отреагировать, ты можешь помочь, тебе это что-то стоит, да. И ты можешь вот, ну, сказать, да у меня еще у самого еще оно не все в порядке, да. Да, ну, у него хуже. И ты чуть-чуть вот своим каким-то этим можешь что-то... Понимаете, вот через такие маленькие вещи вот Бог нас учит двигаться вперед. Мы двигаемся вперед. Мы двигаемся вперед. Знаете, я знаю там историю одного человека, который смотрел на... Ну, как бы, он был его другом, христиане были. И он смотрел на то, как вот этот, ну, первый человек, он кому-то что-то дает, у него и денег больше, и он... Тут жертвует, тут чуть-чуть жертвует как-то, да, вот. И вот он ему сказал, что, говорит, ну, я бы тоже хотел, да, второй вот христианин говорит, которого меньше возможностей, он говорит, я бы тоже хотел жертвовать. И, ну, и я бы жертвовал, если бы у меня было вот столько, сколько у тебя. И вот это ошибка. Понимаете, вот это вот ошибка мышления. То есть, ну, тебе не нужно жертвовать столько, сколько у тебя. Ты жертвуй на своем уровне, в своих ситуациях. И поэтому, ну, как бы, суть именно в том, что мы какие-то серьезные вещи, для того, чтобы пока мы сделаем какую-то серьезную вещь, которая будет видна, там, очевидно, послужит кому-то явно, там, и так далее, мы должны сделать кучу маленьких вещей и приучить себя вот к этой вот, ну, привычке делать вот эти маленькие шаги. Знаете, есть даже вот в тренингах вот это вот, оно же тоже такое духовное немного, искусство маленьких шагов. Знаете, вот, и вот оно, вот чуть-чуть в этом. У меня был сон, я, по-моему, его рассказывал когда-то, что я как бы так увидел себя, что я как будто так маленькими шагами, то ли ползу, то ли иду, вот, вот, по чуть-чуть вот так вот продвигаюсь, как-то вот двигаюсь, 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 двигаюсь и подвигаюсь вот к ногам Христа. И как-то вот, вот чуть-чуть вот прям, и вдруг, как бы достигая этих ног, происходит такой взрыв света с гулом. И я это вижу, что это уже не Христос, а это я взорвался света. Ну, как вот, все оно вместе во Христе. Понимаете, мне как, и мне дал вот это вот понимание, что вот, ты будешь, ну, вот, вообще двигаться. И там, ну, как вот, ощущение такое во сне было, эти были прям маленькие шажочки, они какие-то были миллиметровые такие, знаете. И я это вот, ну, вижу потом вот в процессе своего движения. То есть он был там в 2016 году, когда мы только вот начали двигаться, когда только начали там центр делать, вот. И я до сих пор чувствую, что, ну, шажочки маленькие, что то ли идем, то ли не идем. Ну, вроде назад не идем, ну, вот, ну, вроде тут чуть-чуть, и по чуть-чуть, и по чуть-чуть. И вот там, сейчас даже на центр смотрю, когда-то там, там, негде было жить, там, не было еды нормально, все как бы это покупать, сейчас там не было машин. Ну, вот потихоньку, потихоньку мы там вот чем-то уже обросли, какой-то вот, какими-то моментами. По-прежнему все так же трудно, но, и можно, ну, как бы, и опять же, я тоже еще, ну, вот, некоторые думают так, что я начну двигаться, когда вот что-то вот тут вот у меня, вот разрулится у меня вот здесь вот, то, что я бы хотел, чтобы у меня разрулилось. Может быть, это финансовые какие-то проблемы, может быть, это семейные какие-то проблемы, что меня вот сдерживает для того, что вот и так впереди, и вот и буду ходить тогда, и там домашнюю группу открою, там, я не знаю, ну, там по-разному учиться, может быть, поеду, еще там что-то, ну, какие-то вот они мечты, они там далеко, сейчас я вот здесь, ну, вот как я здесь победю, все, я вот выйду и буду там действовать. Это иллюзия. То есть, никогда они не закончатся, у тебя вот эти вот проблемы, никогда у тебя не будет столько денег для того, чтобы ты спокойно мог жертвовать большие нормальные суммы там кому-то, да, вот все время придется где-то ужаться, где-то как-то пожертвовать там и так далее. Вот, поэтому, ну, Бог и не хочет от нас, чтобы мы сразу героями стали в своих шагах, понимаете? Я поэтому вот и говорю, что наше спасение как раз в этом и заключается, что мы проживаем вот эту жизнь сложную, с нерешенными проблемами, с решенными обстоятельствами, но все равно принимаем решение в чем-то двигаться, в чем-то делать что-то большее, да, вот Иисус говорит, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. То есть, ты никогда не будешь готов к делу недобрых дел, если ты думаешь, что вот когда-то ты станешь настолько святой, богатой и свободной во времени, что ты сможешь делать дела. Если ты не начнешь делать эти маленькие дела. Причем я говорю, я бы вообще не хотел называть, что это за дела, потому что они действительно могут быть, ну, очень маленькие, ну, вот из какой-то вот сложности. Знаете, вот я помню, как центр я начинал, да, то, что мне параллельно приходилось работать, бизнес зарабатывать, как бы вот, и делать параллельно центр. То есть, как бы вот, в моем иллюзии мне хотелось бы вот завершить дела все, забрать вот эту кучу денег, которые там мне должны, и пойти делать центр таким свободным. Ну, оно не получилось. Оно вот как медленно, медленно, медленно вот смещался как-то этот, да, мой интерес, и я потихоньку перестраивался. И сейчас уже, как бы, есть центр, есть церковь, есть какие-то дела там. Ну, все это вот было маленькими-маленькими-маленькими шажочками. Поэтому, я понимаю, что дальше вот то же самое. У меня до сих пор есть иллюзия, что сейчас бы вот это вот разрулилось, и я бы сейчас был более вот свободен, ну, там, мог бы что-то там направить куда-то. Так, поэтому вот будьте свободны от этой иллюзии. Начинайте сейчас, да, что вот спасение наше, оно в этом и заключается, что мы боремся с обстоятельствами, мы взываем в Бога с нашими проблемами, и параллельно с этим что-то делаем, да, как-то вот служим кому-то в церкви, и так далее, учимся, может быть, или еще что-то, да, то есть вот, ну. И вот это вот тоже момент спасения, опять же, для того, чтобы спастись, нужно спасать других. Хажай, аминь. Вот это тоже часть спасения. Если ты не спасаешь других, то ты, я не могу сказать, ну, как бы вот про тебя, что ты на правильном пути. То есть вот оно в нас вложено, самим Христом. Нас к этому тянет. Если тебя к этому не тянет, мне непонятно это. Потому что у меня тоже, я помню, там, с одним христианом, там, был спор, вдруг он мне заявляет, я говорю, ну, мы что-то там разговорились, я говорю, ну, у нас же есть вот это вот великое поручение, идите и научите все народы христиан. Он говорит, кому? Когда? Нам? Мне? Мне ничего не говорили. Ну, как вот. Я говорю, ну, как? Ну, он так вот, любил повредничать. Я надеюсь, что это было не до конца искренне, да, что, я потому что знаю, все равно его, у него есть это желание, все равно. Ну, вот, мы тоже на это должны внимание обратить, да, что, вот, мне нравится стих, притча, 24 глава, одиннадцатый стих. То есть мы, спасайте взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение. Вот, кстати, вчера с Оксаной хорошее кино посмотрели. Это один из любимых фильмов Петра Мамона. Вам такую небольшую рекламу, кто любит что-то посмотреть. Вот, посмотрите, называется «Небесный гром» или «Гром небесный». Это 65-й год, французский и итальянский фильм. Там про начало движения революционных центров. Про одного там дядьку, который жил в замке, был богат, и вот он там собак спасал сначала, потом вот он бомжей там приводил. Но там не показывают как, и он там вот одну проститутку спас, и в итоге она потом... Я говорю, мы смотрели вот это кино, и так... Мы ждали все время какого-то подвоха, когда случится какая-то беда. Там снимается вот эта красивая актриса, которая Анжеликой играет. Анжеликой, помните, может быть, да, вот эти французские фильмы. И я говорю, что вот в этих 60-х годах еще как бы были другие времена, и фильмы были более прямолинейные, знаете. В последнее время там насмотришься всяких детективов, там, ну что-то вот под выпадвертом, и ты понимаешь, что вот так оно идет все хорошо, и ты уже знаешь, что нет, все хорошо не будет, будет сейчас вот какой-то заворот, какой-то триллер, и еще пару заворотов будет, понимаете, что... И ты уже готовишься к чего-то... Знаете, нас уже так вот приучили думать. Мы там смотрим это кино про этого дядьку, который сам пьет, у него есть какая-то боль в его жизни, у него нет детей, у него жена вот не смогла забереть... Ну, это тоже как бы неоправдание, он об этом философствует, да, там... У него вроде много денег, и вот он... Они так не особо счастливы, но жена живет с ним. И вот он... Фильм прям начинается с того, как он вот в порту вот эту проститутку и привозит к себе домой. Он не заплатил, но он ее привез просто в деревню, для того, чтобы та пожила воздухом подышала, просто ее освободить. И потом вот спасает ее от сутенера, как бы защищает, она там живет, она становится такой обычной, счастливой, и вот там потом в конце, ближе к концу, там сосед в нее влюбился, и она выходит за него замуж. И там все так немножко в напряжении, знаете... Сегодня я слышу. А? Сегодня. Что ты сказал? Ну да, извините. Ну, не смог удержаться, но... Ну, вы посмотрите, оно простое, знаете. Во всяком случае, не будете сильно переживать, потому что оно хорошо кончается. Знаете? Он просто... Я ж не поверил, неужели есть еще такие фильмы, которые вот так вот просто хорошо кончаются. И вот в последнее время, я говорю, давайте что-нибудь старое будем смотреть, что хорошо кончается. Просто. Потому что, ну, оно действительно вот так. То есть, этот человек, он как бы посвятил свою жизнь, чтобы спасать кого-то. Он начал там с собак, с бомжей, и вот спас эту девушку, и сосед его расцвел, он оказался тоже, ты хороший человек, и все там... Просто все взяло и хорошо закончилось, у них там ребенок должен родиться там, и так далее. Все. Я даже не ожидал. Вот. Поэтому, да, вот, спасайте взятых на смерть. Да? То есть, вот, помимо того, что у нас есть какие-то наши проблемы жизненные, мы ловцы душ. Да? И вот это тоже часть нашего спасения. Если этого ингредиента нет, мы его не будем проживать, мы не будем это осознавать, то вот, ну, мы немножко мимо, может быть, даже не немножко. Итак, да, что, вот, можно сказать о спасении, да? Что такое спасение? Это состояние, да? Это не просто вот, что я спасен, где там оно там будет, но это состояние. Это состояние уверенности, в первую очередь, да, уверенность спасения. То есть, в Библии еще есть такой термин, уверенность в спасении. Вот, что нам нужно. У меня есть уверенность в спасении, что я спасен, да? И эта уверенность, она меня не останавливает и не зажимает в страхе, а наоборот раскрепощает для того, чтобы я двигался вперед и что-то делал, да? То есть, мы спасены по вере и мы спасены в надежде. Павел говорит, что я еще не достиг, но я стремлюсь, да? То есть, вот, вот оно состояние спасения, да? Что я не достиг, но я стремлюсь. Поэтому мы должны это тоже, как бы, правильно почитать и правильно понимать. И еще важная вещь такая, тоже вот этой комплекса спасения нашего, да? Это вот именно то, что за гранью жизни, да? Что у нас действительно с вами есть жизнь вечная. Понимаете? Что мы не умирать готовимся, а мы жить готовимся. И это, как бы, действительно важное сознание. И, знаешь, если у тебя его еще нет, ничего страшного. Потому что оно приходит с навыком. Оно приходит от слышания Слова Божьего. Оно возрастает в нашей жизни. Вот эта вот уверенность, эта вот радость того, что я вот 20 лет уже христианина, я ближе уже к Богу. Все, то есть, ну, как бы меня там, как Павел говорит, ну, меня ждет венец, да? То есть, вот, ну, мы живем этим. То есть, другими словами, да, наше мышление должно быть таким, чтобы вот наша жизнь, наши дела, наш подход к делам, они простирались за пределы этой жизни. Не только вот, ну, чтобы наши дела, которые мы делаем, они здесь, в нашей жизни, пока мы живы делаем. Знаете, как Иисус об этом сказал? Иоанн, 15-я глава. Знаете, мы, и мы, как бы, мы даже не способны такие дела придумать, которые бы ушли за пределы нашей жизни, сами по плоти. Они могут родиться благодаря вот этим взаимоотношениям с Богом. Если мы его лоза, если он лоза, а мы ветви, если мы на нем пребываем, тогда из нашей жизни родятся какие-то такие вещи, которые будут выходить за пределы этой жизни. Ну, хороший пример, я его все время, как бы, привожу, это когда ты едешь на машине, если ты за рулем едешь, ты же не перед собой смотришь, а ты смотришь туда, вот в эту перспективу, вдаль, ты как бы никуда не смотришь, ты просто вот смотришь даль неким обзором, и тогда ты можешь ехать. Если ты будешь смотреть перед собой, у тебя закружится голова, ты разобьешься, у тебя стошнит, там, я не знаю, ну, невозможно ехать, смотря перед собой. Вот так же невозможно жить правильно, невзирая на вот эту перспективу вечной жизни. Аминь. Это очень важно. Это часть нашего спасения, это все, что входит в тот комплекс спасения, который Иисус нам дает. Чтобы вот действительно мы... Так, Иоанна, 15 глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот это вот, чтобы плод ваш пребывал, я хочу сделать сердце, потому что он такой немножко непонятный, ну, понятно, что шли и приносили плод, мы должны приносить плод. А что это за плод, который должен пребывать? Ну, увеличиваться или просто пребывать, он не должен остановиться, да? То есть, ну, ну, например, мы посмотрим на евангелистов, да? И мы понимаем, что их плод пребывает, они шли, они делали, они написали евангелие, Павел написал там письма, да? И вот там, не знаю, Мартин Лютер сделал реформацию, да? Есть просто даже какие-то вот свидетельства, и я говорю, что вот мы говорили там о разбойнике на кресте, да? Вот он тоже сделал что-то такое, что остается отпечатком будущего, вечность за пределы его жизни. Вот он один, вот так вот, смог запрыгнуть на это, да? Защитить Бога, защитить Христа, заткнуть рот тому, признать его спасителем, получить это откровение. Все это на кресте, понимаете? Все это вот в агониях и в мухах, да? То есть, это был, вот он стал этой личностью, специальным человеком, который есть только один. Никодим с Иосифом Азеримофей, которые тело Иисуса спросили, да, у Пилата выпросили, забрали его, положили в свои гробницы, да? Кто-то там, Никодим принес состав смирной алоэ, литров около ста, да? То есть, как царя похоронили, да? То есть, вот оно, да? И это сделал Никодим, мы знаем его по имени, и это поступок, да? Это вот некий плод, который вот, ну, у него уже никто не заберет. Есть очень интересное, тоже вот, когда я об этом размышлял, женщина с салавастровым сосудом, помните? Помните, как при нее сказано? Пришла женщина, разбила вот этот сосуд с драгоценным миром, динариев, на сколько там, на 300 или на 200? Что Иуда сказал, что, ну, ты ж, надо, сколько денег просто так пролили? Мы были очень практичны, и там даже написано, что не только Иуда, ученики стали ротать, что, ну, к чему такая трата? Иисус говорит, оставьте, нища всегда имеете, а меня не всегда имеете, она это сделала для меня. И говорю вам истину, помните, что он сказал? Что где бы ни было проповедовано Евангелие, везде буду вспоминать про эту женщину, да? Вот, представляете, вот она, ну, вот, вот с такой вещью вошла в Евангелие, понимаете? Поэтому я просто к чему, что вот сам такое не придумаешь. Для этого должно быть побуждение, для этого должны быть отношения, это как некий такой плод ее отношений с Христом в ее жизни. И наверняка у нее тоже были какие-то проблемы нерешенные, правильно? Наверняка ей тоже бы эти деньги, может быть, они были скоплены, ну, как бы вот это вот миро, как некая драгоценность была скоплена на старость или на просто какую-то комфортную жизнь, о которой она мечтала. Вот доработаю, скоплю и потом буду жить. Ну, вот это вот побуждение ее сердца взяло и побудило ее вот таким образом войти в историю Евангелия. Я говорю, что, я к чему просто, да, что, чтобы не прочитать, что не все служители, не все вот войдут какими-то такими делами, которые вот что-то сделают, Великая Реформация, она пишет книги там и так далее, кто-то войдет какими-то свидетельствами особенными, какими-то поступками, да, но эти поступки будут вдохновлять других людей. за пределами его жизни. Вот, и я, ну, примерно про это. Вот. Про Иисуса даже самого написано Исаи, 53 глава. Помните, как там сказано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Да, вот оно тоже, наше такое направление, что у нас у всех может быть и должен быть подвиг души, да, какой-то, на который ты будешь смотреть с довольством, потому что если этого нету, то рай не становится райом. Понимаете, если нету вот этого момента, на который ты будешь смотреть с довольством. Давайте откроем первое Калимфианам. Мы уже скоро будем заканчивать. Так что, эта проповедь, она в дополнение как бы к той проповеди, ну, просто вот я ее решил как бы дополнить всеми вот этими моментами, да, чтобы вот у нас еще больше появилась картинка про наше спасение. Потому что мы все хотим какую-то короткую, понятную формулировку. Ну, скажите мне, что такое спасение, или что такое вера, или еще что-то, и я как бы пойму, но спасение, оно такое. Оно сделано Христом, но в Него включены наши усилия, которые мы должны совершить, да, в Него включено наше мышление, как мы должны думать, и вот эти вот инструменты, ну, на что мы должны смотреть, чтобы правильно думать. И вот Павел в пятнадцатой главе, девятнадцатый стих. Да я лучше даже, наверное, с тринадцатого прочитаю, что ли. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера наша, вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще по грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аминь. И вот это вот основной стих. Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, и мы еще во грехах. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Вот такой необходимый ингредиент к нашему мышлению для пребывания в спасении, для движения в спасении, что Христос воскрес. И это наша надежда. И если вы помните вот это два момента в римлянах, которые описываются про спасение, да? Что если сердцем веруют, сердцем веруют в правильность, и устами провозглашают спасение. Если будешь сердцем веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и устами своими провозглашать, что Он Господь, то спасешься. Аминь. Понимаете? И вот этот необходимый ингредиент не просто провозглашать устами, что Иисус Господь, но сердцем в глубине веровать, что Бог Его воскресил. А соответственно, значит, воскресит и тебя. Понимаете? Вот эта вот вера в воскресение, причем, ну, как бы, про воскресение там надо еще поразмышлять и проразобраться, потому что не все мы умрем, но все изменимся. Апостол Павел так сказал, да, сказал две тысячи лет. И, ну, мы не знаем, в какой-то момент произойдет, но мы должны именно думать так, что, а может быть, это и со мной произойдет еще в моей жизни. Вот, поэтому, и действительно, что все, как бы, такие, сейчас очень много признаков, да, Его второго пришествия, что вот оно, оно близко. Возможно, многие люди в своих жизнях это проживали и должны так проживать, да? Я думаю, в 1666 году там тоже ждали, знаете, 36-ки был год, там, да, тысячный год переживали. То есть, ну, люди все время там цифры найдут, и это, мы тут в 2000-м готовились тоже куда-то там перейти, не перешли, там, да, все это как бы есть. Но сегодня время ускорилось, и действительно, вот уже человечество, оно упирается в что-то, да, что просто необходимы какие-то изменения. Вот, филиппийцам 3 глава, 20 стих, последнее прочитаем и закончим. Филиппийцам 3 глава, с 20 стиха. Можем даже вот так, чтобы это, с 17-го прочитать, что-то так, зацепить мысль, про которую Павел говорит. Знаете, давайте я прочитаю, сейчас, подождите, с 12-го вообще. Ёлки, я, мне еще выше хочется читать. Я там смотрю, там, вот это вот, да, где Павел говорит, вот даже с 10-го, да, там, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразую смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Да? Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не посчитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели и почести высшего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Да? То есть, ну, мы не должны переживать, что еще у нас этого нет. Но Бог откроет обязательно, что мы будем мыслить так. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают так, как враги Христа, Христа Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, и они мыслят о земном. Да? Вот он, и он же здесь говорит не о язычниках, вы понимаете это или нет? Он говорит это о людей, которые уже заполнили церковь, но живут вот таким образом, мыслят о земном, их конец погибель. Что вы говорите мне, Господи, Господи, но не исполняете волю, да? Не всякий, говорящий мне войдет. Их Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, и Которое умчаженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Понимаете, наше жительство на небесах, да? Вот мы за, у нас мышление должно быть за. Мы к этому стремимся, мы об этом размышляем. Я вам даже про себя, вот я говорю, я не всегда могу так мыслить, не всегда, но чем дальше иду, тем больше меня эта мысль ободряет, что у меня есть жительство на небесах, что у меня есть наследие, вот это, да? И, ну, это меня должно побуждать действовать. Вот, вот какой вывод, да? Побуждать действовать, спасать других, пребывать в вере, в сложных обстоятельствах, которые все равно не решатся и ожидать, пока они решатся, и тогда я буду действовать, это неправильно. Вот. Поэтому потихоньку идем вперед.